В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Праздник людей в белых халатах призван еще раз подчеркнуть их огромную роль в жизни общества и каждого человека. Наша съемочная группа познакомилась с сотрудницей Люберецкой областной больницы Татьяной Хмелевой и в очередной раз убедилась, что медик – это не просто профессия, а призвание и образ жизни. Перевязочный кабинет. Мы его оборудовали самостоятельно. Конечно, не без помощи главного врача. Вот этот стеллаж приобрели для удобства сами. Тоже понимаем, мы живые люди, что не все нужно вешать на руководство, на свою организацию. Что-то и самим нужно вложить обязательно в свой дом. Именно так Татьяна Ивановна называет свою работу. Это действительно ее второй дом. Она стояла у истоков создания отделения, поднимала его с нуля. В каждый уголок старшая медсестра вложила душу. Ведь иначе относиться к своему дому невозможно. Я, наверное, из ненормальных, может быть, сестер. Я приезжаю сюда к шести часам утра, чтобы спокойно пройти без всякой суеты. И к восьми часам уже что-то знать и про отделение, и про поступивших. То есть, чтобы спокойно работать. Работы очень много. Стараешься все успеть, охватить. О медицине Татьяна Ивановна мечтала с детства. В 1977 году она поступила в Люберецкое медучилище. С тех пор остается верна профессии и родному городу. Татьяна Ивановна, что самое сложное в профессии медработника, на ваш взгляд? Самое сложное, я считаю, это научиться сдерживать свои эмоции. Потому что мы все пропускаем через свое сердце. Знакомые в шутку называют ее службой 9-1-1. В любой минуту Татьяна Ивановна готова прийти на помощь. Не только в качестве медработника, но и человека, умеющего слушать. К ней можно с личной просьбой подойти. И так подойти по работе. Она все ответит, все хорошо. Я рада, что я попала в это отделение. Замечательный человек, отзывчивый очень. Какие-то вопросы были, возникали, я подходила. Всегда она отзывчиво все объясняла, рассказывала. Небольшой, но сплоченный коллектив Татьяны Хмелевой придерживается девиза мушкетеров. Один за всех и все за одного. Последние два месяца испытали сотрудников отделения на прочность. Вот у меня была ситуация сейчас с коронавирусом, когда я переболела, вышла на работу, но в этот же день у меня, получается, заболели все сотрудники. Я осталась в отделении одна. И две с половиной недели я жила здесь и работала. Татьяна Ивановна не скрывает, что в молодости мечтала стать врачом. Но 40 лет работы доказали, должность не имеет значения, когда ты на своем месте. Работа в медицине для меня – это мой дом. Все.